Привет, дружище, меня зовут Сашка, ну чё? Чё ты, как там? Как у тебя там дела-то? Рассказывай, ёлки-палки, как ты знаешь, у меня дела идут достаточно неплохо. Всё связано с тем, что я получил совсем недавно от разработчиков на халяву нового героя. Да, конечно, я его выбил со 150 самоцветов, то есть он выпал сам. С почты я нового героя не забирал, друзья, но это всё было подозрительно, и я вам об этом рассказывал в видосе. У меня складывается такое чувство, что мне кто-то что-то как-то подкручивает. Не знаю, не знаю. Ну, пока мы начинаем, можешь взять, поставить лайк, скачать пару игруль по ссылочке в описании, за что я получу целый доллар, если ты скачаешь и зайдёшь в игрушку. Ну да ладно, давайте не будем о грустном, не будем о продажничестве говорить, а скажем, чём же мы сегодня будем заниматься в данном видео. Мы сегодня будем прокачивать одного из самых бесполезных для моего аккаунта, наверное, да, ребятки? Одного из самых бесполезных героев, которого я буду использовать в лучшем случае только в одной локации, и это при борьбе вместе, скажем так, с испытанием хранителей, или как там, фракции называется, не знаю, херобора, да? Вот он у меня уже открыт, поставлена каменная кожа. Сегодня мы данного героя овоща возьмём, прокачаем и посмотрим, что из этого получится. Так что усаживайся поудобней, вот, заваривай чайку, ну и мы погнали. С чего мы начнём? Я, на самом деле, сегодня распрощаюсь с последними ресурсами. Вот честно вам скажу, просто впереди будет битва гильдии, сегодня вы увидите стрим, и мне хотелось бы силушку поднять, богатырскую. А потому, что, ну давай ему уровень качать, чё, 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 чё нам тут тормозить-то? Давай уровень качать, там, вторые эволюции, вот это вот всё, да? Вот это вот всё. Вот сейчас нормально так, да? Книжки зелёные. Наконец-то! Настало время зелёных книжек. Вам ещё нравится смотреть вот эту вот прокачку? А, лол, смотри. Четырёх тысяч книг не хватило. Синих книг тоже не хватило. Как жить-то дальше? Давай сюда зайдём. Ну вот, фиолетовых книг хватило. А дальше уже, смотри, какие суммы невероятные, да? Просто я не знаю, ну, может я зря снимаю видосы прокачки героев, может оно вам, может оно вам и нафиг не упало? Может оно вам и нафиг не сдалось? Давай. Э-э-э, 180-ый. О-о-о-о! О-о-о-о! Вот, вот, посмотрите мне. Что мне сразу за две тысячи рублей предлагают разработчикам купить? О божечка, а здесь, а здесь может выпасть священный огонь, нужный, идеальный для Трифида. Но нет, не буду я донатить. Нету у меня бабла. Видите, я у вас даже клянчу то, чтобы вы по ссылке игры качали в описании. Так что нет, две тысячи рублей, фигушки вам, фигушки. А то, знаете, разработчики подкидывают героя, а потом давай, давай, донатить, чтобы ему там что-нибудь нужное поставить, выбить, и чтобы было все хорошо. Вот так у меня было с Фениксом. Мне на халяву упал Феникс, и что? И мне пришлось донатить, чтобы там были что, ресурсы, как-то его по красоте взять, покачать, чтобы вообще не стыдно было. А сейчас я этого делать не буду. Ну и сейчас я этого делать не буду. Я пойду, ребята, я пойду против системы. Мы идем, тратим наши последние богатства в виде книжек. И книжек, где они? Ага, давай, вот, это 40 тысяч, это 12. Ага, ну давай, нет, что-то золотые книги. Что-то золотые книги вообще жалко. Ну тут, ну да, ну надо сотку продать, надо сотку продать. Да, с книжками тоже у нас, по сути, напряг. Так, я думаю, надеюсь, что у нас улучшится ситуация с ними, но тем не менее, тем не менее. Так, как нам быстро набить, как нам быстро, друзья, взять и заполучить чужое золото? Очень просто. Мы вот возьмем и вместо Афины поставим Командору. Она у нас даже будет без рун, хотя можем и руны ей поставить. Нам что, нам жалко? Нет, ребят, нам не жалко. Нам не жалко, мы ей поставим. Что нам не жалко? Ну давай, Священный Огонь седьмой мы ей поставим. Ну а почему бы и не да? Перейдем вот так, нам сколько там надо? 5 лямов, да? 5 лямов, сейчас легко просто. Сейчас легко просто зафигачим. Так, я надеюсь, сегодня все-таки замучу, не поленюсь в сообществе голосования по поводу вопроса, нужна ли музыка на фоне видосов, нужна ли она или не нужна. У нас тут новый микрофон, новая херобора. Вчера, кстати говоря, разговаривал с Русланом, и это уже второй человек, который мне сказал, что, скажем так, микрофон у меня очень крутой, очень хороший, прям вообще замечательный, прям вообще пусечка, пусечка, понимаете? Но проблема заключается в том, что у меня усилитель и аудиокарта слишком дешевые для этого микрофона. То есть, понимаете? Сука, звуковики вообще охуели. Извиняюсь за мат, но они вообще охренели. Вот-вот просто, нет, не охренели, они охуели. Вы вот просто представьте, да, то есть, микрофон дорогой, ну, хорошо, да, там, под 400 с чем-то евро. А видите ли, усилитель за 170 и аудиокарта за 160, это дешево. Понимаете, это дешево. В общем, за всю эту херню отдалось больше 800 евро. И, понимаете, это дешево. Это дешево, ребятки. Как так жить-то можно? То есть, чтобы этот микрофон полностью раскрывался, да, и там все было прекрасно слышно, там, бла-бла-бла. Ему, типа, нужен усилитель за хороших 1200-1500 евро. Вы прикиньте, 1200-1500 евро. Сука, я полжизни ездил на машинах более дешевых, чем такой усилитель, понимаете? Какое нахер, понимаете? Четыре колеса, сука, двигатель, печка, возможно, даже кондиционер, эти стекла электрические, да, или коробочка ламповая, которая стоит 1500 евро. Это с ума можно сойти? Это с ума можно сойти, понимаете? Потому, потому, конечно, я стебусь с этого. Ну, в любом случае, я доволен. Нужно просто поднастроить, нужно что-нибудь найти такое сочетание хороших настроек для моего ущербного, отвратного голоса. Так, мы делаем эволюцию. Добавить 5 слотов на склад. У меня что, на складе задница? У меня на складе задница? Сейчас мы этот момент исправим. Вот так вот, вот так вот мы делаем. Да, слушай, откуда у меня вот эти... И я вообще не понимаю, почему у меня на складе закончились места? Неужели я должен самоцветы тратить на то, чтобы их открывать? Как такое вообще возможно? Вы о чем вообще? Вы о чем? Вы о чем? Ну, нет, я не хочу так делать. Я не хочу. Так, эволюционировать. Ну, давай. Аааа, подожди, вы же будете кричать в комментариях, князь, нужно было одну книжечку сюда всунуть, зелененькую, чтобы потом фиолетовенькую получить. Видите, это мы все бизнесмены. Так, 20 тысяч. У меня 278 кгшек, да, в запасе. Это вам не шуточки? Не шуточки, друзья. Так, приходит эволюция на Трифида. У-ху-ху! Окей, окей. Дальше что? Дальше мы ему качаем его, скажем так, левел. Улучшить, получить опыт. Ну, давай зеленые книжки. Кам Цуме, давай дальше. Кам Цуме. Ааа, хм. Не, это, это очень дорого. Это, мы себе такого позволить не можем. Мы не можем себе такого, друзья, позволить. Мы делаем вот так вот. Ну, когда там уже, скажем так, золото закончится? Окей. Я вот так вот хлопну. Бам-бам. А потом херак, и у меня золото будет полное. Так, ребята, я вам как обещал, так все и получилось. Теперь у нас все полное. Можем брать вот так вот прям по красоте качать Трифиду просвещение. Но я вам должен кое в чем признаться. Пока я ему качал просвет, мне выскочила вот такая вот херня. И я не выдержал, купил за 300 рублей. Вот я кричал, что не буду донатить. А тут взял и, короче, и не выдержал, друзья. Чтоб, типа, ему, знаете, там сразу сотый просвет прокачать. И тогда писька на полсантиметра длиннее. И... Ааа. Ну, это всего лишь 300 рублей. Вы должны меня понять. Вы должны меня понять. Кто... Вот кто из вас сдержался бы, а, ребят? Вот кто из вас сдержался? Вот киньте в меня камнем, кто сам безгрешен. Понимаете? Вот киньте. Вот возьмите и киньте в меня камнем, кто сам безгрешен. Так. Улучшаем ему. Да? Снова тратим книги. Ааа. Это очень дорого. И это мне может не хватить на самом деле. Ну, вторую эволюцию-то я ему сейчас сделаю. Вторую эволюцию-то я ему сделаю. Но это все... Очень. Очень дорого. Все. Вот так вот. Получить опыт. Хоп. Ла-лай-ла. И теперь мы его можем эволюционировать. Выгоднее, конечно, было его подземками прокачивать. И все в таком же духе. Но раз у нас вот... Мы сегодня вот так вот собрались, да? Потому... Давайте. Нормально его по-пацански качаем. 60 тысяч кг. Хоп. Ла-лай-ла. Хоп. Ла-лай-ла-ла-ла. Ну, давай-ка. Все. Бац. Бац. Золота не хватает. Мана не хватает. Снова хлопаю. И исчезаю. Точно. Золото у меня прибавится сейчас. Все. У меня появилось. У меня появилось. Золото появилось. И мана появилась. Продолжаем. Продолжаем нашу эстафету. Ну, у нас закончились. У нас закончились, друзья, значки почета. И это неприятно. Это неприятно. Это неприятно. Ну, давай подтвердить. Это очень неприятно. Ну, а что делать, друзья? Вот реально, получается, снова в ноль тратим книжки. Былое богатство. Былое благополучие, друзья. Так. Улучшить навык. Ай, получить опыт. Давай. Вот так вот давай. Вот. И вот так вот давай. Вообще мы, 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 мы понимаете, мы теперь вообще бомжи. 27 книжек. Слушай, а давайте, ну, бомжи так бомжи, елки-палки. Бомжи так бомжи, друзья. Давайте в этот, по полной, по полной программе угораем. Вот по полной программе. Давай сейчас все нахер книги потрачу. Вот просто все книги нахер потрачу. Так, трифит, да? Руны. Оп. Вот так вот сейчас маночку, да? Пробиваем. Отлично. И нам теперь надо 5 миллионов, чтобы это все дело усовершенствовать. И потратить последние книжки. Идем по трешаку, короче. По трешаку нахер. Так, заходим. Вот, берем. Усовершенствуем. Бац. Все, у нас теперь 180 уровня второй эволюции. Просвещение. Давай, 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 давай. Хоп, хоп, ла-лейла. Так. Мана закончилась. А дальше все набиваю по максимуму. И фигачу просвет на максималочку. Так, ребятушки, смотрите. Добиваем ему просветик. Ха-ха. Нет, не добили. Не хватило. Я такой уже... Опа. Вот сейчас, вот сейчас я возьму и просветик добью. Буду, 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 буду красавчиком, друзья, да? Вот сейчас у меня вообще все. Прям, прям игра заиграет красками, да? Но нет. К успеху шел, но не дошел. Вот сейчас, да. Вот теперь точно. Вот сейчас-то то 100% я смогу ему добить просвет. Покупаем магию. Покупаем магию. Хоп, хоп, смотрите, да? Типа херак и полный просвет. Сейчас я чуть конкретно не лоханулся. Мы же сегодня еще будем ему делать аугментацию. Как минимум 11... Одиннадцатое. Как минимум 11 умение. Это значит, что нам понадобятся значки почета. Потому пока что последние книги я вливать в умения не буду. Вдруг значков почета не хватит. Но мы сейчас ему сделаем десяточку. Смотри. Так, что это? Книжек еще до хрена. Я думаю, наверное, книжек даже еще что-то и останется. Смотри, у нас есть такие... О, смотри, 6 штук, 6 лизней таких. И мы сразу ему фигачим, грубо говоря, на семерку, да? Потом вот этих добавляем, уже восьмерка. И вот этих добавляем. Смотри, у нас еще даже что-то останется. Но потом в одном из ближайших видео мы все потратим. Подчистую, друзья. Вот так. Окей. Оп. И смотри. Оп, оп. И все. И десяточка. И смотрите, какая красота. А, ребятушки? А, какая красотуля? Давай. Сразу 780 силы. 780 силы прибавилось. Ну, замечательно. Замечательно. Трифит у нас уже такой серьезный. Мы ему сразу же... Мы ему сразу же... Давай на восьмерку качнем, наверное. Да, качнем на восьмерку. Потому что даже если сейчас священный огонь выпадет, я его скорее поставлю в первую очередь на... Седну. Давай. Ты сейчас... Будет у нас, короче, трифит... В эконом-режиме. Давай, давай. Оп. Отлично. Ну, на девято... На девятую каменку, к сожалению, мы качнуть не сможем. Слушай, ну, он уже красивый. Он уже красивый. Скина у нас нету. Ну, и как бы оно и нахер оно нам не упало, да, ребята? Так. Ну, что? Теперь переходим к аугментации, да? Или... Или давай ништяки откроем. Что тут? Ой, господи. Что у нас тут? Ваши подарки полетели. Давай, открываем подарочки. Опа. Еще открываем подарочки, да? Потом заходим сюда. Забираем вот эту вот шляпу. Заходим потом. Хоп. Сюда, сюда. Все шустренько. Базар. Ага. Монетку события мы получили. Всего лишь одну. Ну, давайте крутанем. Что ж нам выпадет? А что ж нам выпадет за одну монетку-то, а? Херобора полная. Я надеялся. Я надеялся на священный огонь, друзья. Я надеялся на священный огонь. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Продолжаем. Так. Ваши подарки. Это мы открывать не будем. Давай вот это откроем. Оп. Дедушка Мороз. Дальше. Адская коробка. Сундук гильдии. Это все скучно. Ну, ладно. Вот эти вот мы можем открыть. Да. Получили мы кулаков. Так. Сундук гильдии. О. Мешки. Эмблем пятого уровня. Ну, будем надеяться, что там ремок нападает. Давай все сразу откроем. И. Одна ремка все-таки выпадает. И даже священный. Ну. В принципе. Тут мне надо ремка. И, допустим. Да. От воодушевления я тоже не отказался бы. О. Ну, от красного камушка я не отказался бы. Или от ста книг. Слушай. Не думал, что доживу до такого момента, когда буду рад ста книгам. Ладно. Все. Закрываем. Давай. Фух. Летим дальше. Аугментация. Снаряжение. Получить. Трифит. Оп. Созвездие. Улучшить. Качаем потихонечку силу. Качаем потихонечку силу. А. У нас даже, видишь. И сюда даже книжки понадобилось тратить. Понадобится. Это 50 книг, да? Ну, давай, слушай. Может, нам и меньше хватит. Давай вот, не знаю. 10. Давай 10. Улучшить. Все. Да. Не надо было все 50 сливать. Опять же, повторок трифида у нас нету. Это надо мне купить 10 штук, да? О, еще 3000 кулаков. Просто минус. Камень аугментации есть. Аугментировать! Давай. Сколько силы прибавится? 162. Так. Что у нас по чарам? Угу. Без понтовых. Без понтовых. Херобора. Так. Ну, у нас есть 13 из вот таких коробок. Давай-ка мы сейчас откроем. Тампельер. Когда герой атакован, призывает тампельера на 15 секунд. Ага. Ну, это такое себе. Ну, на первое время поставим. Давай еще одну коробку откроем. Пирамаг. Лучше же пирамага туда поставить. Давай дальше. Угу. Атакован нет. Нет, нет. Пускай пирамаг остается. Это будет лишний урон. Давай дальше. Недомогание. Ну. Ну. Блин. Мы его будем использовать, по сути, только на... На древнем испытании. Ну, вот. Хранителей. Короче, оставлю пока так. Нормально. Четверка. Окей. Тут. У нас есть 7000 самоцветов. Давайте попробуем ему клонов там всяких наловить. Получится у нас по-дешевому. Так. Один уклон есть. Давай дальше. Ну, четвертый... Ну, по идее, у меня не так много самоцветов, чтобы раскидываться четвертыми уклонами. Но почему бы и не да? Почему бы и не да? Угу. Так. Так. Давай дальше. Еще один. Вот, окей. Еще уклон выпал. Замечательно. Давай дальше. Так. Давай дальше. Тифигулино. Угу. Ну, просто, чтобы он дольше жил, короче. Чтобы дольше лечил. Вот это вот все. Бла-бла-бла. Ну. Опа. Еще пятое уклонение. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока везет. У нас еще 5000 самов. У нас еще 5000 самов. Слушай, интересно. А я вообще командорин... Командори-то наловил уклон или нет? Наловил уклон я командори? Я что-то вроде тоже не доролил. Ну, ладно уж. Вроде свою функцию выполняет как-то. Еще пятый уклон. Вы посмотрите, как прет. У нас уже 4 пятых уклона. У нас сейчас по 450. Это дорого. Это дорого, друзья. Дорого. Ну, слушай, а давай оставим так. Это выгодно. Ладно. Командора. Созвездие. Ага, видишь, у нас 4 пятых уклона. Почему-то не закрыты. Ну, давай здесь по 450 ударим. Хотя тоже, пацаны, говорят, что вместо уклона там нужно кое-что другое стоить. Ну, пока что... Пока что вот так. Блин. Мне тут осталось буквально несколько раз ударить. Ладно, давай ударим. Крит урон. Походу, да. Походу, я лоханулся. Ну, пускай будет так. Потом, знаете, лишние самоцветы будут появляться. Буду ролить. Ну что, силушка у нас прибавилась. У нас почти 497 тысяч силы, друзья. Мы медленно, потихонечку, но все-таки продвигаемся к 500 тысячам силы. Это, 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 друзья. Это, это замечательно. Это просто опупительно. Давай-ка. Давай-ка ему прокачаем судьбу. Так, герой. Судьба. Па-бам. Давай, погнали качаться. Погнали качаться. Ага. Вот, видишь, значки почета закончились. Хорошо, что я сразу все книги не впулил. Иначе бы я потом локти кусал бы. Ай, ну давай, давай мы. Вот, не знаю, сколько подадим. Ну давай, не знаю. 30. Я не помню, сколько там надо. Ну, на 12 я его точно качать не буду. Ну, на 11 качну. Для силы больше. Так, давай. Улучшить, улучшить, улучшить. Качаем, качаем, качаем. Ага, теперь у нас золото закончилось. Ну, золото мы сейчас нафармим, друзья. Продолжаем, друзья, качать. Продолжаем качать руны. Ого, эмблемы. Так, судьба. Давай. Опа. Нужна повторка трифида. Давай, обмен. Ну и все. И он у нас, считай, будет 11-й, да? Нужно улучшить. У нас еще есть какой-то запас камней даже. Ну, пускай вот так вот будет. Слушай, у нас теперь 497 тысяч, ребятушки, силы. Еще 3000 и будет вообще замечательно. И будет вообще замечательно. Так, ресурсы какие-то остались. В ближайших видео мы будем тратить уже последние рейсики. А, я же вам обещал слить все книги к херам. Ну, давай сольем. Давай сольем. Так. Вот так вот. Это плюс 5. Ой, как жестко-то получается. Смотри. Ух, как жестко-то получается. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Итого мы качнули только 192-й. А, да. 192-й уровень. Так, ну, питомца ему ставить никакого не буду. Пашу. Да, он не заслуживает. Он не заслуживает. Так, ладно. С командора мы снимем восьмой. Священный огонь. Вот так вот. Точнее, седьмой. Ну, и пускай он с ним бегает. Хотя, ладно. Ну, ладно. Раз уж такая пьянка пошла. Раз уж такая пьянка пошла. Давай ему оденем восьмой. Чисто для видоса. Я даже не знаю, где его, к примеру, использовать в плане... В плане чего? В плане... В плане забытой битвы. Нужен он мне там? Не нужен. Я, конечно, попытаюсь потестить и куда-то его поставить. Но, в целом, у меня, вот знаешь, вот такого желания не возникает. При моем обилии героев, мне кажется, мне есть... Мне есть вообще, куда его поставить. Ладно. Смотри. Восьмая каменка. Восьмой священный огонь. Давай, жестокий, как обычно. А ну, посмотрим, что он там. Что он там и как он там? Атака. Что он там? Жить вообще будет? Ну, мы как бы уже при обзоре здесь тестили. Так. Ой, что я сделал? А, я богемена выпустил. Вот оно что. Ну, ну, живет, да. Ну, 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 живет. Ну, встанет его. Ну, что-то он там какой-то урон зданием наносит. Я даже что-то экран не могу приблизить. Я даже что-то экран не могу приблизить. Давай. Давай. Вот, он сейчас... Прошлый раз он не шел вглубь этих дядюшек с мотыгой и драконов. Ну, вот смотри, он на защиту собран. Единственное, что без питомца. Ну, и как бы пошел нахер. Питомца ему еще давать. Вот мне интересно, проживет он или не проживет. Ну, хотя, при том, что его постоянно станет, прожить ему будет достаточно трудно. Если бы, конечно, еще не станели, шансов у него было бы гораздо больше. А тут он просто намертво становится. Намертво. Вот, он пока очухается, его уже дядька с мотыгой зарубит. Но, смотри, по энергии он постоянно полный. Постоянно полный, давай. Ну, к чему? Ну, он реально, он так подвержен, сука, стану, что я давно не видел, чтобы вот так вот конкретно, знаете, герои станели. Или, или последнее время героев выпускают, не, скажем так, обращающих внимание на всевозможный стан или что. Но, посмотри, стоит, нихера сделать не может. Какую-то хурму, хурму по урону полную наносит. Ну, как бы урон это понятно, ему неоткуда взяться, да. То есть, я ему на урон ничего не ставил, не собирал. Ну, вот такое себе, такое себе. Мне тут кажется, знаешь, тут непосредственно этот хранитель, да, фракция больше урона наносит. Ну, тут уже время закончится, пока этот тормоз докуда-то дойдет. Ну, тут реально время закончится. Давай ему, вон, этого феникса на помощь. Может, я не знаю, феникс там долбанет в станущую башню. А, смотри, этот придурок такой, не дурак. Ну, как бы не дурак, он такой. Ой, пойду к фениксу, там безопасней, там безопасней, там безопасней. Ну, окей, окей. Ну, по сути, да, это герой для одной локации. Это вот когда этот, борьба с этим хранителем там, вот, разборки были. Там в виде хиллера не хватало трифида. Но, опять же, там же не всегда будет именно те фракции выпадать. Каждый раз там будут другие выпадать. И, по сути, от этого героя будешь там раз в месяц юзать. Ну, это если у тебя аккаунт такой же, как у меня. Ладно, это все неинтересно. Кому понравился видос, не забываем ставить лайки. Не забываем качать по ссылочке в описании игрули. И обогащать мою жирную рожу. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok